добрый день господа это юлия латынина и это не код доступа это большая лекция про демократию про историческую демократию я начну ее должна ее было конечно начать с фрэнсиса фукуяма но начну я все равно с 91 года когда для меня как и для всякого советского интеллигента мир делился на две части на одной стороны открыто общество на другой его враги на западе рынок и демократия в ссср плановая экономика и тоталитаризм и казалось само собой очевидным и не требующим обоснования что если дать народу свобода и всеобщее а какой же еще все остальное фашизм избирательное право то рынок и демократия свобода экономическая и свобода политическая воцарятся сами собой обратим внимание на ключевую фразу в этом моменте вот что современном мире избирательное право но всегда всеобщее и если оно не всеобщее прямо говорится это ограничение избирательного права это 6 вот все не представлены спойлер в этом смысле что очень странно уравнивать всеобщее избирательное право и выборы вообще и напомню просто это будет спойлер в этом для этого эфира что когда европа создавала прогресс то как правило там было всеобщее там было избирательное право там были выборы но она не была всеобщим собственно это ровно то что говорил фрэнсис вукьяна в своей статье о конце истории о том что вот наконец рынок и демократия восторжествовали над всеми остальными иными формами и никаких других вариантов истории теперь нет и вот в девяносто первом году россии дали демократию кончилось дело путином и мы живем в стране где как ни крути массовый избиратель голосует за путина можно спорить сколько ему накинут на предстоящих выборах можно понятно спорить что было бы если по навальный не сидел в тюрьме если бы в стране не были чудовищные репрессии но тем не менее во первых стране нет никакой демократии вместо этого есть плевисцитарный авторитаризм когда за диктатора голосуют и диктатор иметь право предъявить что вот смотрите за меня же голосует ну плюс-минус более того в общем-то благодаря тому же самому всеобщему избирательному праву в девяносто девятом году мы выбирали между путином лужковом а в девяносто шестом году если бы народ выбирал сам ему не заморочили бы голову к власти пришел бы зюганов и все равно полезно идиоты твердят как мантра демократия хорошо без демократии не может быть свободы кто против демократии тот фашист но вы скажете может быть россия какая-то особая страна может быть что-то с россиянами вот у них ген какой-то неправильный живут они как-то не так историческая у них какая-то беда вот приход путина к власти в результате демократического голосования его высокие рейтинги все что он все постепенное сворачивание свобод в россии начало войны катастрофическая тоталитарная яма в которую сейчас россия проваливается гигантские сроки навальному кроморзей яшину это какая-то случайная аберрация в других странах дело обстоит иначе но давайте для начала просто посмотрим на страны бывшего ссср и увидим что большинство их чувствует себя довольно плохо а если честно вот я забыл сказать что конечно ситуация в сегодняшней россии пока еще лучше чем в сталинском тридцать седьмом году но уже значительно хуже чем в брежневском поздним развитом спелом разваливающимся социализме и вот если мы посмотрим на все страны бывшего ссср то мы увидим что в большинстве из них дело обстоит ничуть не лучшим образом потому что например в азербайджане тоже диктатура во всех среднеазетских республиках тоже диктатура в белоруссии лукашенко а все эти дикторы пришли к власти в результате демократических выборов кстати говоря и в общем то наивно говорить что белорусы голосуя за лукашенко гословали не за диктатора самом деле вот лукашенко кстати в отличие от путина ровно что обещал то и построим я уже не говорю что украина чудом прошла по лезвию бритвы очень мелкий уголовник золотой батон янукович пришел к власти в украине именно в результате всеобщего избирательного права а скинули его в результате майдана в котором как бы не все принимали участие но самое печальное наверное случилось в грузии потому что там после масштабных рыночных реформ михаила саакашвили которые ломали сами каноны патерналистка криминального грузинского общества грузинский народ проголосовал за патерналистка криминальную партию бедзин и ванишвили с говорящим названием грузинская мечта то есть что сказал грузинский избиратель не надо нам вашей свободы порядка и рынка нам нужен политик который каждому пообещает подарить стиральную машину это действительно было так введены ванишвили просто перед выборами но он правда всем в селе под своем дарил стиральную машину а перед выборами всем говорили что быть нежно цена на бензин и замечательная зарисовка грузинские таксисты в ночь накануне выборов вот просто мои приятели собственными глазами видели не заправлялись бензином со словами ну вот завтра выберут бензину бензин станет дешевле обращаю внимание что беден и ванишвили не исполнил своих обещаний но это не помешало потом голосовать его партию следующий и следующий раз уже иногда с довольно как бы сказать не критическими но некоторыми заметными нарушениями электоральных процедур когда людей бедных людей или сулили какие-то золотые горы или просто раздували штат какой-то организации брали на работу лишних людей или опять же какие-то серьезные люди прохаживали все возле избирательного участка с таким подозрительным видом с такими накаченными мускулами еще раз грузинского избирателя не обманывали и не принуждали большинство грузинских избирателей вполне сознательно проголосовала против свободы рынка и самостоятельности за патернализм и криминал за ситуацию когда вместо того чтобы ты будешь самостоятельный экономический агент ты был клиентом какого-то патрона который тебе будет раздавать пусть гораздо меньше чем в свободном обществе ты сам можешь заработать вы мне скажете может быть советский союз это какое-то трагическое исключение вот народы бывшего совка не приспособлены для демократии а во всем мире дело обстоит как-то иначе ну давайте тогда посмотрим на другие страны третьего мира и увидим что в африке в латинской америке на протяжении всего 20 века мы наблюдаем примерно то же что в странах бывшего советского союза демократические выборы в этих странах не приводят к рынку на выборах обыкновенно побеждает популист который обещает беднякам раздать как можно больше после выборов этот популист или демагог превращается в диктатор как пошутил ян смит глава родези формула африканской демократии очень просто один голос один человек один раз вот несколько самых разительных примеров первый это конечно юар к началу 90-х годов юар была страной первого мира разумеется для белых потому что да в ней была партеид но на нее приходилось 40 процентов ввп всех африканских стран южнее сахара ну вот в девяносто четвертом году в стране был отменен апартеид всеобщие выборы пришли и юар превратилась сейчас в страну даже не третьего а четвертого мира дохода среднего южноафриканца упали на 50 процентов доходы беднейших слоев населения то есть тех самых чернокожих людей рухнули еще больше рухнула все экономика сельское хозяйство добыча сырья безработица достигала 40 процентов обогатились кто приближенные к власти бывшие революционеры и руководители профсоюзов в одночасье ставшие миллиардерами целые районы кейптауна и хонесбурга превратились в буквальном смысле в руины в которых можно снимать фантастические фильмы планете переживший ядерную катастрофу вот представьте себе небоскребы которые физически заняты толпой людей которые просто туда откочевали захватили там все обесточено все вырублено эти люди разводят костре в ванной они не понимают естественно куда отправлять естественные потребности пока они не заметили в этих небоскребов лифтовых шахты ах вот для чего это было устроено радостно сказали эти люди и принялись заполнять их своими как бы сказать отходами жизнедеятельности пока лифтовые шахты не заполняются доверху а после чего данное сообщество откачевывает следующий небоскреб по уровню образования страна одно время опустилась на 143 место в мире из 144 по уровню убийства опять же стал одной из первых в мире в какой-то момент вечно финансированные составляли 25 процентов от населения при этом тогдашний президент юар табом бекки утверждал что спид это выдумка белых расистов с целью закабаления черного населения а на самом деле никакого спида нет следующий президент юар джейков зума кстати он был многоженец изнасиловал прям в своем кабинете женщину который знал что она вечно инфицирована а потом на суде его спросили видите это был еще суд это была еще действительно демократия спросили какие меры предосторожности он принял он сказал да я ж потом подмылся а при этом заметим что в глазах прогрессивной общественности юар по-прежнему остается сверкающим примером триумфа спасительной демократии над ужасным апартеидом и вот отношение этой самой общественности к проблеме юар лучше все можно продемонстрировать истории американки которую зовут эми биль ей было 26 лет когда она в девяносто третьем году то есть в год отмены апартеида приехала в южную африку помогать негритянскому населению на предмет всеобщих выборов и вот она ехала на машине со своими чернокожими друзьями на нее напала толпа с криком один белый одна пуля ее вытащили из машины и убили убийцам дали 18 лет но после этого убийцы обратились в комиссию правды и примирения которую учредил нельсон манделла и комиссия убийц оправдала на том основании она сказала вы понимаете просто вот неподалеку проходил митинг на котором призывали убивать всех белых а как сейчас говорят вот такие митинги они ни в коем случае не являются каким-то там возбуждением расовы нености боже упаси а и вот были люди на этом митинге они были очень разгорячены и убийство и мебель по мнению комиссии правды и примирения было серьезным политическим месседжем вызванным угнетением и несправедливостью а в африку приехали родители и мебель они тоже просили об оправдании убийц родители учредили фонд памяти мебель и после этого двое из ее убийц были приняты на работу в этом фонде вообще-то напомню что зулусы которые составляют сейчас большинству в юар отнюдь не являются коренным населением юар они появились в южной африке в 19 веке во многих местах позже европейцев и их появление сопровождалось так называемым фиканием фикание тотальный геноцид при котором все взрослые мужчины покоренного племени истребляются а женщины и дети обращаются в рабство возникает вопрос может быть убийство мебель и вообще лозунги один белый однопуля или убийство фермеров которых убивает в юар значительно чаще чем любую другую категорию населения причем очень часто эти убийства сопровождаются пытками которые невозможно объяснить с рациональной точки зрения может быть это не совсем тяжкое наследие апартеида может быть это продолжение многовековых традиций на вот местных народов в том числе традиции мфиками но посмотрим на зимбабве на соседняя зимбабве точнее тогда она называлась родезии в ней в отличие от юар не было апартеида был только имущественный образовательный ценз то есть если у тебя были деньги если у тебя было образование если у тебя была земля ты мог голосовать вне зависимости от цвета твоей кожи более того белое меньшинство страны оно способствовало развитию образования черного большинства но под давлением запада и сторонников всеобщего избирательного права в 1980 году в стране были проведены всеобщие демократические выборы результате которых к власти пришел роберт мугаби но после этого за десятки лет своего правления я уже сейчас не могу посчитать сколько мугаби правил пока его не сверкли те люди которые на самом деле были его же правой рукой он превратил житницу африки в царство нищеты и спидок страна являвшаяся одним из крупнейших в мире экспортеров зерна перешла на коммунитарную помощь инфляция составила миллиарды процентов продолжательность жизни упала с 59 до 49 лет а ввп с 80 по 2007 уменьшился в три с половиной раза это при том что население возросло с 7 до 12 миллионов человек это не мешало мугаби совершенно честно побеждать ну или не совсем честно но тем не менее побеждать на всеобщих выборах а потому что зимбабийскому избирателю все время объясняли что все бедствия в экономике страны происходит не от мугаби от того что проклятый запад хочет поставить на колени димбабве которая при оценации мугаби встала с колен ну и конечно вся оппозиция в стране она финансируется проклятым западом как же иначе перенесемся теперь в латинскую америку где в девяносто девятом году к власти в венесуэле в результате всеобщих демократических выборов пришел уго чавес потом его сменил его шофер мадуро к которому как мадуро говорил сам во время одного из интервью уго чавес посмертно явился в виде большой белой птицы уго чавес начал строить стране боливрианскую экономику начал с национализации крупных нефтяных компаний закончил установлением справедливых цен на товары когда в стране немедленно начался дефицит предметов первой необходимости но конечно кто был виноват конечно торговцы прячущие товары а также империалистические боливрианской республики в стране чавес установил официальный курс песок доллару который не имел ничего общего с реальным естественно этот курс привел к возникновению черного рынка и к тому что приближенные к власти люди которые имели возможность обменивать доллар по официальному курсу в одночасье стали миллионерами все это не помешало приемнику чавеса уже упомянутого мадуро победить на всеобщих выборов мадуро объявил своим избирателям что чавес был отравлен проклятыми империалистами рухнувшую инфраструктуру страны во время избирательной кампании постоянно случались перебои с электричеством мадуро объяснял диверсиями со стороны оппозиции финансируемой империалистами с сша которые хотят уничтожить боливарианскую революцию наверное одним из крутых моментов истории венесуэлы был момент когда в магазин венесуэлы была введена армия и солдаты за прилавками начали распродавать товары по ценам назначенным государством отсутствие после этого новых товаров было объявлено результатом происков спекулянтов и врагов народа средний класс страны восстал действительно восстал потому что были марши были протесты мадуро просто нанял головорезов для убийств протестующих при этом публично заявляю что эти протестующие убивают себя сами чтобы скомпрометировать боливарианскую революцию перенесемся теперь в юго-восточную азию и поговорим о таиланде концу 20 века таиланд съел со стремительно развивающейся страной собственно развивается и сейчас чем мы его и поздравляем но там была интерлюдия 2001 году в стране прошли правильно всеобщий выбор на которых проголосовали все и победил на этих выборах человек которого звали таксин чиноват он был миллиардер у него были естественно популистские лозунги его просто обвиняли в скобке голосов избирателей причем миллиардером таксин чиноват стал как он был бывший полицейский и он стал благодаря коррупции он поставлял правительству и полиции правительству и полицию мобильники напоминаю что тогда мобильники только начинались а заодно пропихнул закон согласно которому покупка мобильника в таиланде сопровождалась покупкой услуги связи его весьма дорогой компании провайдера была совершенно уникальная ситуация когда вот новые техническое достижение было использовано сначала для монополии а потом для прихода к власти за пять лет премьерство господин чинат многократно увеличил свое состояние но в 2006 году его просто изгнали военно но в 2011 году все-таки было сказано но нехорошо какие военные хунта сейчас демократия во всем мире должны быть всеобщие выборы опять прошли всеобщие выборы и будете смеяться избиратель выбрал сестру изгнанного чиновата таксин чиноват стал управлять стороной по skype потому что он сам не мог вернуться и ну как это сказать избирателю совершенно ничего не помешало все сведения которые чиновате публиковались а собственно что там было публиковать вся схема была на виду а первым результатом возвращения чиноватов к власти стала так называемая рисовая схема она была затеяна чтобы привлечь глаза массового избирателя бедных фермеров севера дело в том что в одиннадцатом году таилан занимал около 70 процентов мирового ринка риса и правительство чиноватов решила скупить рис у крестьян по двойной цене и надеялась этим добиться их благосклонности а деньги они рассчитывали отбить устроив нехватку риса на мировом рынке и подняв на него цены ну вот с этими эпическими планами покорения мирового рысового рынка произошло на самом деле то же самое что эпическими же планами путина по посадке европы на российскую газовую трубу они накрылись медным тазом потому что это вообще такой универсальный универсальная особенность когда у вас есть человек который предлагает на рынке имеется какое-то предложение и он думает создать монополию а рынок высокотехнологичный он предлагает что достаточно низкотехнологичного такого никогда не получается потому что после того как Таиланд устроил на мировом рынке дефицит риса что случилось индия увеличила его производство и заняла место Таиланда цены не поднялись а вместо этого наоборот вдвое упали тайское правительство не смогло продать рис не по двойной не даже по обычной цене он сгнил за кромах а по крайней мере 8 миллионов тонн было украдено оказалось остальное невозможно сбыть потому что опять же никто на мировом рынке не хотел покупать позапрошлогодний рис хранившийся в сомнительных условиях схема принесла тайской казней несколько миллиардов долларов убытка одним из главных бенефицаров схемы оказались прямые конкуренты Таиланда Камбоджа и Вьетнам крестьяне которых привезли свой рис через границу и продали его тайскому государству по двойной цене а в 2013 году правительство продолжало закупать рис но уже за него не платило соответственно в стране начались столкновения между буржуазией который требовал отставки ингрид чиноват и большинством которое поддерживало этот замечательный курс властей но хорошие же люди хотят для бедных людей одного блага но в конце концов как мы знаем тайская армия снова взяла власть свои руки уволила премьера запретила любые демонстрации и вот очень были интересные комментарии потому что как и в случае венесуэлы большинству западных комментаторов предпочло в лучшем случае проигнорировать феномен восстания рыночных слоев общества против демократии в худшем случае протестующих тайских буржуа обзывали фашистами вот протест буржуазного меньшинства Таиланда против популистского большинства не вписывался вот в эту самую мантру о процветании а о демократии которая всегда ведет к рынку и процветанию если вы заметили я просто для экономии времени не касаюсь ближнего востока и исламизма потому что если бы мы тут начали говорить скажем о секторе газа где в результате демократических выборов к власти пришел хамас или вообще о ближнем востоке где значительная часть населения считает что о всех евреев надо уничтожить ибо агрессорами являются при этом не палестинцы а евреи я даже не буду говорить о Египте где есть разные опросы когда где-то от 62 до 90 процентов населения одобряла атаку на башни близнецы при этом 39 процентов одновременно были убеждены что ее устроили правильно евреи чтобы скомпрометировать мирный ислам ну вот что делать когда голосует такое население я вообще-то сейчас не буду обсуждать просто совершенно ясно что я хочу сказать юар зимба венесуэла таиланд для всех этих стран всеобщее избирательное право явилась катастрофой причем не только политической но и экономической демократия отнуть не привела к свободе рынку в ряде случаев она привела к массовым мракобесию коррупции диктатуре в других случаях это просто было остановлено вмешательством военных и ну например я могу рассказать еще одна замечательная вещь которую я сама видела в саламовых островах где люди перешли непосредственно от первобытно общинного строя к демократии а первобытно общинный строя в тех местах и в меланезии был устроен очень просто он был устроен с помощью там он был он опирался государства не было но были так называемые бегмены кто такой бегмен это человек который организует процесс допустим создания пищи выращивания свиней выращивания урожая но после этого этот человек не забирает все то что он сделал или с его помощью под его руководством сделали себе наоборот устраивает пир и все это раздает и поскольку он все это раздает в результате он приобретает статус вплоть до того что как я уже сказал поскольку государства нету то есть бегмен поставлен в очень сильную зависимость от общественного мнения от мнения деревни иногда получается так что вот бегал бегал хлопотал хлопотал а сам-то и не поел и досталась ему кости без всякого жира так вот это все было в меланезии в тех местах до того как 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 эти общества перешли от первобытно общинного строя прямо непосредственно к демократии и соответственно что происходит сейчас сейчас происходит очень просто потому что местное население с одной стороны но ему в рот просто все само сыпется потому что растет кокос растет всяко все всякий другой фрукт а тем не менее местное население очень любит рис рис все-таки надо выращивать и вот теперь уже нет никаких вот этих самых сельских праздников где когда-то бегмен все организовывал а есть просто китайская компания которая завозит рис она раздает рис через избранного депутата соответственно парламента депутат который играет роль бегмена все это раздает местному населению она снова голосует за него а чего в итоге имеет китайская компания правильно право на вырубку леса совершенно справедливо догадались ну я не буду говорить отдельные африканские страны где периодически слышим чтобы демократическом обществе депутаты что победить на выборах то гадали только вот зарезали причем ты обязательно курицу в общем самое удивительное что современные левые либералы имеют для всего и конечно естественный вопрос возникает что если демократии опирается на мнение большинства то что делать когда это большинство является совершенно невежественным и когда у него мозги находятся фанатическом и первобытно общинном уровне или вообще их нет а большинство к сожалению часто является невежественным потому что толпой правят эмоции так вот самое удивительное что современные левые либералы имеют для всего этого политкорректное объяснение демократии объясняют они нам не выживают в бедных странах вот я очень люблю классика современной левой политологии адама проживорского который пишет что даже высчитал демократия говорит can be expected to last in average в среднем она продолжится около восьми с половиной лет в стране у которой подушевой доход меньше тысячи долларов за год и она проживет сто лет в стране с подушевым доходом между четырьмя и шестью тысячами долларов но это уже достаточно старая цитата поэтому цены с тех пор изменились и вот после шести тысяч долларов пишет адам проживорский демократия выживет come hell or high water что бы ни случилось ну для начала этого объяснения есть та проблема что оно неверно не будем тут говорить примеры богатых петрократию которых гораздо выше подушевой доход кстати касается и россии и тем не менее демократия там не выживает но вот другой пример в 1948 году доход бывшего узника освенцима который приехал в палестину вряд ли превосходил доход арабского филаха из соседней деревни а тем не менее израильтян и построили демократическое общество а в газе построена тоталитарная квази государства где по телевизору показывают мультфильмы как убивать евреев так что видимо дело не только в бвп самое главное другое если демократия не выживает в бедных странах шо же им бедным странам делать возьмем пример ту же самую радызию как я уже сказала в ней не было партеида не белое меньшинство образовывала черное большинство а тем не менее мировая леволиберальная элита во главе с тогдашним президентом сша джимми картером сделали все чтобы смешать радызийцев с грязью и навязать им всеобщие выборы всякие попытки белого меньшинства пилировать здравому смыслу решительно пресекались полезные идиоты добились чего хотели землабве не просто погрузилась в хаос у нее нет будущего ситуация несправима белая элита которая еще в семидесятых учила лечила преподавала будущей черной элите а просто или эмигрировала или была убита в элиту создать ниоткуда общем заметим что полезные идиоты они сломали жизнь то не только белым угнетателем они сломали жизнь черному большинству и вот мне интересно из них кто-нибудь за это извинился слышали мы что джимми картер признался ребят извините мы ошиблись мы требовали всеобщих выборов но мы забыли почитать адама проживорского и сообщить вам что в белой стране они бедной стране не приводит к тирании но будет до сих пор когда речь идет о том что делать бедной стране что построить процветающую экономику запад оон ес мвф и так далее вплоть до спорт лото и юнеско хором отвечает провести всеобщие демократические выборы но теперь перейдем от бедных стран а к богатым потому что как я уже сказала согласно все тому же адамом проживорскому если в бедной стране с демократией обстоит неважно то вот уже в богатой стране демократии выживет камхелла хайгота и недавно еще когда казалось самоочевидным однако ситуация меняется на наших глазах и я честно говоря когда цитирую всегда эту цитату адама проживорского думаю а эксперимент кто-нибудь ставил что значит вот демократии выживет всегда современная западная демократия большинство из них не насчитывает больше ста лет как мы увидим если иметь ввиду системы со всеобщим избирательным правом так кто термометром то историческим это замерял почему всегда а вот на наших глазах происходит кризис модель самоуправления общества в которой граждане потребляют больше чем производят а политики обещают больше чем могут дать и это общество называется современными западными системами всеобщим избирательного права и мы можем недолго сосредотачиваясь я сейчас не хочу тоже подробно об этом говорить перечислим первое европа стагнирует на глазах под лавинообразным увеличением числа всяческих комиссий лицензии разрешений предписаний субсидий а искажающих рыночные стимулы ограничение де-факто наложенных на тот самый рынок который демократия якобы должна поддерживать просто посмотрим что происходит в европейских банках после того как практически обновились ставки центрального банка банк который всегда был организации которая выдает кредиты получает вклады и живет на разницу между процентами по вкладам и по кредитам и соответственно заинтересована в том чтобы они были розничные люди которые приносят деньги а превратилась в две вещи во первых она теперь может занять в любой момент центрального банка любые миллионы любые миллиарды это гораздо проще чем возиться с частными вкладами в частных вкладах европейский банк в принципе не заинтересован а более того в европейском банке силач не чай который называется compliance офиса и который вы знаете как представитель военной приемки на советском заводе его задача портить банку жизнь он на его зарплата не зависит от финансовых результатов банка его зарплата зависит и его статус зависит только от одного чем больше даже не нарушений а потенциальных нарушений он найдет то есть чем больше сомнительных транзакций он обнаружит при этом понятное дело что он обнаруживает не те сомнительные транзакции которые являются действительно сомнительные на миллионы долларов а он обнаруживает транзакцию на 100 долларов реальный совершенно случай французский мелких папа хочет перевести 100 и долларов конечно евро своей дочке на день рождения и банк его замучивает до такой степени что вместе с найти 100 евро в конце концов дарит наличкой потому что банк требуется и имя старшее имя его последней кошки и доказать что это деньги нет отмывания наркотиков и так далее и так далее так далее второе то что мы видим мы видим гигантскую миграцию с соседнего берега средиземного моря в европу и замену населения причем мы видим что бюрократы собственно первое о чем я говорила что бюрократия всегда как газ занимается любой выделенный ей объем и если у вас есть неизбранные бюрократы а европы правят неизбранные бюрократы то естественно что они делают они увеличивают свой статус кроме этого национальные бюрократы и вообще национальные политики что им нужно им нужны люди которые за них будут голосовать какие люди будут за ним голосовать как легче всего купить избирателя не просто дать ему деньги но в развитой стране это не принято это же все-таки не грузия а сделать так чтобы этот избиратель исключительно зависел от бенефитов и пособий какой самый идеальный в таком случае избиратель правильно мигрант который только что приехал который еще не знает языка который еще с трудом устроиться на работу давайте сделаем так чтобы он никогда не выучил язык ну или выучил очень поздно чтобы он никогда не устроился на работу потому что мы просто запретим ему устраиваться на работу и будем держать его пока вот соответственно мы наблюдаем это гигантское количество не просто миграции в европу потому что миграция замечательная вещь миграции люди которые убежали из плохого места они убежали в хорошее место и они естественно самая деятельная часть населения которое хочет работать в нормальной экономике в нормальной ситуации в европе мы видим принципиально другую ситуацию потому что значительная часть тех людей которые убежали из афганистана из африки из стран ближнего востока это люди которые привлечены тем что оказывается в европе они не будут работать а будут сидеть на пособии этим людям рано или поздно предоставляются гражданские права понятно за кого они голосуют а соответственно еще раз политиком политиком левого толка выгна эта группа увеличения этой группы населения а третье что мы наблюдаем в странах богатых странах с развитой демократии это непрерывное изобретение и импорт но в том числе изобретение групп которые считают что все им должны это могут быть блм это могут быть трансгендеры это могут быть угнетенные меньшинства в общем во всем виноваты те кто богаты и во всем виноваты те кто раньше всего добиться это целая большая философия при которой оказывается что все достижения современной западной цивилизации называются теперь белым патриархальным сексизмом и все что не является белым патриархальным сексизмом то то есть не принимала участия в создании этой западной цивилизации, оказывается, белый патриархальный сексизм ему должен. Это третье, то, что мы видим. То есть, опять же, это та же самая ситуация. Вот в свое время марксисты, они на что опирались? Они опирались на пролетариат. Они говорили, что пролетарии – это люди, которых ограбили капиталисты, и пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Сейчас на пролетариат просто в богатой стране при приходе к власти нельзя опереться, потому что, во-первых, если пролетариат есть, то он богатый, зажиточный и совершенно не склонен к нему, и его совершенно никто не угнетает, он это понимает. А, во-вторых, пролетариата просто слишком мало. Соответственно, предменяются попытки создать или внушить людям, что они принадлежат к искусственному меньшинству, которое было угнетено. И вот теперь-то, если оно будет голосовать за этого политика, оно получит свое, оно получит компенсацию. И четвертое, что мы можем заметить, опять же, в развитых западных странах – это увеличение числа групп населения, которые борются с какими-то страшными проблемами. А, как правило, эти проблемы абсолютно ненастоящие. Типа глобального потепления или того же белого патриархального сексизма, или чего-то такого, вот никто из этих людей не собирается, ну, например, поехать в Африку и действительно бороться там с голодом и нищетой или участвовать в какой-нибудь местной страшной войне. Они всегда борются с проблемами какие-то там абсолютно глобальные и абсолютно безопасно с ними бороться. Потому что, ну, как приятно. Ты никто, звать тебя никак, ничего не можешь сделать, в общем, ноль из себя представляешь, а тут ты приковал себя цепями к бензоколонке или плеснул в манулизу каким-то супом, и вот тебе уже пишут все газеты, и ты не просто так, а ты вот защищаешь человечество. Это очень-очень похоже на ту иммунную болезнь, которая иногда возникает у человеческого организма именно в суперстерильных условиях, потому что наша иммунная система, она приспособлена к тому, чтобы сражаться со всякими со всякими нехорошими болезнетворными организмами. И вот когда вы попадаете в стерильные условия, иногда включаются лишние механизмы защиты, и ваша иммунная система начинается сражаться с вашими собственными клетками, принимая их за чужой организм. Вот такие аутоиммунные идеологии, как я уже сказала, типа борьбы с глобальным потеплением, они опять же абсолютно не безвредны, потому что зеленая политика в том виде, в котором ее преследуют во многих западных странах, она реально ведет к деиндустриализации, просто слишком высокая цена за электроэнергию получается. Ну и, наконец, пятое, что можно отметить, это несколько безумная картина мира, которая складывается у достаточно больших групп населения, прямо внутри развитых стран. Она складывается именно там не у диктаторов, она складывается именно у толпы. Ну вот мы видели это, когда американские студенты в большом количестве выходили на демонстрации с табличками «Queer for Palestine», и до сих пор, спустя много месяцев после 7 октября, можно видеть людей, которые серьезно пишут в своих фейсбуках, в своих твиттерах, что, вот знаете, я мечтаю сделать, хотят открыть «Queer-venue» в секторе газа, и чтобы ему не угрожали израильские бомбы. И никто не донес до этого человека за эти много месяцев, он, видимо, не сообразил простую мысль, что в секторе газа, если он «Queer», если он «Трансгендер», то ему угрожает гораздо большая опасность, чем израильские бомбы. А вот эти достаточно безумные идеологии, когда с точки зрения БЛМ оказывается, что белые все, когда с точки зрения критической расовой теории, оказывается, что все белые – суть расисты, они вечные, прирожденные генетические рабовладельцы, и они вечно должны каяться. И если они это не признают и говорят, да нет, мы, значит, не расисты, то это значит «денайл», это все равно они расисты. И обратите внимание, что эти достаточно безумные идеологии, они отличаются кардинально, ну, скажем, от того прагматического настроя, которое отличало европейское общество, прогрессивное общество, высший его класс, в конце XIX века, ну, где-нибудь там во времена Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Потому что Шерлок Холмс – это был тот человек, которому важно установить факты, точно так же, как ученому тот человек, который важно остановить факты и провести опыт. А во всех этих идеологиях самое главное – это эмоция, которая связывает безмозглую толку, и для этой эмоции не просто очень факты важно отрицать, а просто если ты начнешь, то ты вызываешь страшное отторжение, и ты являешься врагом. Это вот такая церковь. Причем, обратите внимание, например, что меня совершенно поражает в этих глобальных потеплителях, их какой главный аргумент? Так думает большинство. Большинство верит в глобальное потепление, значит, это правда. Ну, слушайте, ну вот в XIV веке в Европе большинство верило, что Иисус Христос воскрес. Дальше что? А вот сам аргумент, то, во что верит большинство, это правда. Это, согласитесь, не просто ненаучный аргумент, это выпиющий антинаучный аргумент, потому что наука – это не то, во что верит большинство, это то, что доказано опытом, это то, что написано у сэра Исаака Ньютона или то, что написано у Альберта Эйнштейна. При этом обратите внимание, что западные политики прекрасно знают, что надо делать. Я еще раз повторю эту формулировку. Это контраст, это модель, кризис модели общества, при котором граждане потребляют больше, чем производят, а политики обещают больше, чем могут дать. И политики при этом прекрасно знают, что надо делать, они просто не знают, как в таком случае выиграть следующий выбор. То есть получается, что в бедных странах демократия приводит к диктатуре, в богатых она приводит к финансовому кризису и раковому разрастанию бюрократии обиженных слоев общества, которым все должны, и разных фейковых идеологий. Я уже не говорю, что она приводит к тому, что в разных странах третьего мира мыши, видя, что кошки нет дома, пускаются в плюс. Я имею в виду, конечно, даже старше Путина. Но это потом. Естественно, задать себе вопрос, если даже в богатых странах демократия приводит к кризису, как же эти страны стали богатыми? Это самый важный вопрос, который мы будем сегодня освещать. Кстати, господа, не забывайте мне задавать вопросы на некоторые из них. Я после конца этой скромной лекции постараюсь ответить. Это очень важный вопрос, потому что нам все время говорят про демократические традиции Европы. Вот в романе Орелла 1984 год партия, как известно, изобрела паровую машину. Вот современный леволиберальный дискурс ненавязчиво нам дает понять, что паровую машину изобрела демократия. А несомненно, демократические традиции в истории Европы, восходящие еще к Афинам, существуют. Мы к ним вернемся попозже. Однако парадокс заключается в том, что современные системы всеобщего избирательного права существуют в Европе меньше 100, а в большинстве страны меньше 50 лет. Иначе говоря, Европа стала на путь промышленной революции не при демократии. А в Европе в 12-19 веках были самоуправляющиеся города, например, Флоренция или Венеция. Были страны, в которых голосовали налогоплательщики, например, Соединенные Штаты или Викобритания. Были абсолютные монархии. А вот демократии, то есть всеобщего избирательного права, не было, и не просто не было, ее не было принципиально. Вот, например, Венеция. В этом городе страх, что народ будет участвовать в управлении, был совершенный системообразующим фактором при создании системы управления государством. Или Флоренция средневековая. Там тоже был черный народ. Чернь, по полуменюту он назывался. Опять же, он был исключен из управления коммуной по принципиальным соображениям. В Великобритании и Соединенных Штатов в 18-19 веке право голоса при всех оговорках принадлежало только налогоплательщикам. И когда Джон Локк в 1669 году писал Конституцию Каролины, он предоставил право голоса только тем, кто имел 50 акров земли. Впрочем, напомню, что 50 акров земли мог получить практически каждый человек, который эмигрировал и довольно быстро на эту землю получал. А вот, когда в 1848 году в Лондоне чертисты собрались требовать всеобщего избирательного права, власти были в таком ужасе, что они не только раздали оружие людям достаточно богатым, они командовать сражением поставили престарелого герцога Веллингтона, победителя Плеватерлова. Возникает вопрос, чем все эти люди такие разные от членов Венецианского Совета 10 до американских отцов-основателей руководствовали своей неприязни ко всеобщему избирательному праву. Ну, для начала о хорошем знании истории. Как я уже сказала, те самые демократические традиции действительно были существенно представлены в истории античного мира, как греческих полисов, так и Рима. И, конечно, напоминаю, что само слово демократия это, во-первых, греческое слово, власть народа, во-вторых, в Афинах была демократия, там действительно голосовали все граждане, не только богатые. И, собственно, именно в Афинах появилась современная наука, там была придумана история, там была придумана математика, там была придумана арифметика, физика, все науки, которые мы сейчас говорим, физика, химия и так далее, все они имеют греческие названия. Но надо сказать, что, несмотря на то, что история в лице, соответственно, Геродота, а затем Фукидида и Ксенофонда была придумана именно в Афинах, надо сказать, что эти демократические историки демократию не очень любили. Вообще, напомню, что история античности была чрезвычайно многообразна, потому что полисы были невелики, но их было очень много. Поэтому история Греции это не только история Афины или история Спарты, это была история десятков государств, из них вытекали любопытные и важные закономерности. И, как я уже сказала, закономерности эти заключали в том, что те самые историки, которые появились при демократии, демократию не очень уважали и очень часто писали, что власть толпы обыкновенно влечет за собой передел земли, прощение долгов и кончается тиранией, едва толпа находит себе вожака. Это такое общее место от Геродота до Диодора Сицилийского. Половина жизнеописания Плутарха как раз и посвящена безумствам толпы, другая половина безумствам тиранов. И отцы-основатели в том же 18 веке читали у того же Плутарха, как перед Соломином афинские граждане, собравшиеся в бой, потребовали от своего полководца Фемистокла привезти в жертву знатных персов, которые захвачены были перед этим в плен. Фемистокла, конечно, дико возмутился, но толпа настаивала, получила свое. Они читали прекрасную историю, афинские граждане опять же получили в дар от египетского царя некоторое количество зерна. Они решили его разделить между собой. Но тут возник вопрос, что слишком много граждан, поэтому они продали в рабство около трети тех, кто до этого считался гражданами, чтобы зерна на душу гражданина вышло побольше. 14 тысяч афинских граждан продали в рабство своих братьев и племянников, просто чтобы халявы было чуть-чуть побольше. Читали они, конечно, страшную историю 30 стратегов, которые выиграли морской бой, последний морской бой, который выиграли Афины, но из-за разыгравшейся буря не смогли похоронить тела убитых. После чего политические противники этих стратегов в Афине, в Афинах завели толпу так, что толпа потребовала этих негодяев предать смерти, негодяи были преданы смерти, потом толпа одумалась, соответственно, смерти были преданы или изгнаны, я сейчас, честно говоря, не помню, уже те, кто предлагали эту замечательную меру, толпа, она руководствуется эмоциями, как я уже сказала, но надо сказать, что почему-то после этого город Афины морских сражений не выигрывал. Перикла, афинская толпа, преследовала и изводила, именно потому, что Перикл не стал тираном, если бы он стал тираном, она бы, наверное, его обожала, как толпа обожает Мадуро. Но вот он тираном не стал, каждый день демагоги придумывали новый повод, как бы к Периклу придраться, изгнали, толпа изгнала его учителя Анаксагора, предъявила Фидию, который был ближайшим другом Перикла, обвинение в краже золота, которым была покрыта статуя Зевса Олимпийского. И тут выяснилась очень смешная вещь. Фидий, по совету Перикла, обложил статую листами, которые легко было снять. А, видимо, Перикл понимал, что будет дальше, листы сняли, взвесили. Оказалось, что недостачи нет. Что вы думаете, сделала толпа? Она сказала Фидию, ну ты все равно отправляйся в изгнание. Напомнишь, это просто был величайший скульптор древности. А потом толпа стала докапываться до Аспазии, которой была любовницей Перикла. Перикл понял, что следующее будет он. Как я уже сказала, он-то был правителем демократии. Какой у него был способ уцелеть? Правильно, чтобы удержаться у власти, Перикл развязал Пелопонезскую войну. Вот всем стало не до Аспазии. Не знаю, видели ли вы трагедию Шекспира Кориолан. Кориолан это был знатный римлянин, который предал свой город и ушел к тудашним врагам Рима в Ольском. Надо сказать, что Кай Марций Кориолан был фанатичный переверженец войны. Это такой был человек убежденный воин, или как мы говорили бы по нынешнему. Я думаю, что это не тот человек, с которым мы бы хотели встретиться в темном переволке в нынешнее время. Но, в общем, человек упражнял свое тело, человек закалял свой дух. Был абсолютно очень храбрый полководец, очень талантливый, но и человек настолько отмороженный, что ему случалось брать города чуть ли не в одиночку. Он ворвался в ворота вслед за бегущим врагом. Собственно, вот прозвище Кориолан он получил, когда таким образом он захватил городок Кориул. Вопрос, что заставило этого фанатичного патриота перейти на сторону врагов Рима? Толпа. Дело в том, что сначала толпе не понравилось. Это Паутарх нам рассказывает, когда опять же ебтяне прислали римлянам хлеб и вот Кориолан предложил его продать, а не раздать. Но было основное обвинение, которое было выдвинуто против Гая Марция Кориолана и оно звучит поистине фантастично. Дело в том, что Кориолан позвал римский народ в военный поход. Времена были простые, тогда захватнические походы еще не считались чем-то дурным. Ах, как же они отправились грабить соседний городок. Наоборот, это дело было большой воинской. В общем, народ не пошел, а Кориолан отправился в набег вместе с друзьями и клиентами и вернулся с богатой добычей. И вот тут на форуме народ обвиняет Кориолана в том, что добычу из этого похода Кориолан разделил с теми, кто отправился с ним в поход, а не с теми, кто отказался идти. Ну, в ответ на такое обвинение, как пишет Плутарх, Кориолан достерялся и не знал, чего возразить. Я тоже не знаю. Еще раз, бесспорно, демократические традиции в античной Европе были представлены в полной мере. Но вот ни античные историки, ни их более поздние читатели не воспринимали демократию как нечто безупречное. Хотя, естественно, при этом они описывали все ужасы, тирании. и не говорили, что типа вот Каригула это хорошо, а вот при Кориолане было плохо. Но тем не менее античная демократия, она ассоциировалась с прощением долгов переделом земель и тирании. В этом смысле, как показывает пример Николаса Мадуро, в человеческом обществе мало что за 2000 лет изменилось. И мы переходим к средневековым европейским коммунам, которые были устроены совсем по-другому, нежели античные полисы. Однако, чем кончается господство большинства, было там очень хорошо известно. И, собственно, средневековые коммунны, они были устроены так, как правило, что у кого выраховодил только цеха, только богатые цеха, только те люди, которые имели хотя бы какое-то ремесло и хотя бы какое-то состояние, а чернобившаяся в города ее старательно делали так, чтобы она не голосовала. И вот в истории Венеции было несколько попыток установления единоличной диктатуры. Одна, например, связана с именем Бахамонте Тьепала, другая с дожем Марина Фольери. И вы будете смеяться, каждый раз это было абсолютно одно и то же. Тот же дож Марина Фольери пытался апеллировать народу, у которого вот эти нехорошие богачи украли свободу. Но я сейчас, ребята, вам верну, если вы меня объявите вождем. Абсолютно то же самое было в истории Флоренции. Там абсолютно все проходимцы, которые пытались добиться власти, до времени Медичи. Был, например, такой Вальтер де Бриен, герцог афинский. Опять же, они пытались опираться на тощий народ, на попула минута. И вот прекрасная иллюстрация того, как выглядело господство народа в одном отдельно взятом городе может служить восстание в Неаполе в 1647 году. Тогда местное население сбунтовалось против испанского наместника, герцога Аркаса. И зачинщик бунта был молодой бедняк, Мазаньелло его звали. Он торговал на рынке, он продавал фрукты, и тут герцог Аркас ввел налог на фрукты, а это была основная пища бедняков. И когда этот налог был введен, пошли сборщики, Мазаньелло был на рынке, ему говорят, плати налог, он швырнул эту корзинку с фруктами под ногу сборщика налогов, и дальше завертелось, когда его попытались арестовать. И в течение следующих трех дней Мазаньелло был владыкой черни, которая грабила дома богачей. На четвертый день посреди главной площади стояла плаха, там казнили врагов новоиспеченного заступника народа. На пятый день Мазаньелло обратался на балконе с герцогом Аркасом, и у него окончательно снесло крышу. И он носился на лошади во весь опор по улицам, давя тот самый народ, который был опорой его власти. Это, кстати, очень частая ситуация. Смотрите, что творилось в Донецке, когда разудись плечо, разудись рука, вчера я машину мыла, сегодня я тут защищаю справедливость. В общем, на седьмой день Мазаньелло убили, вы будете смеяться, на восьмой его, уже труп его носили на руках. Или вот другой замечательный пример, город Рим. Дело в том, что Рим в средние века был наиболее лимпинизированный город мира. Так получилось. Потому что незаработанное богатство так или иначе стекалось в Рим со всех европейских стран в виде десятины, которые платили католической церкви. Проститутки, обоего пола, воры, уголовники, паразитировавшие на паломниках. А сами паломники, напоминаю, это тоже были, во-первых, они стекались в Рим гигантским потоком и очень много при этом платили. ренты, Рим на это жил. А во-вторых, сами эти паломники, напоминаю, что это большую часть это были кто? Люди, которые совершили преступление и пошли в Рим, чтобы его искупить. По дороге они тоже часто дополнительно совершали преступление, потому что на семь бед один ответ. Мы зато придем в Рим и там покоимся, все искупят. В общем, все это превращало Рим в город, где господствовали знатные семьи и толпа, которую они прикармливали. И вот как раз в X-XI веке папа римский избирался фактически с одной стороны толпой, с другой стороны теми знатными семьями, которые раздавали толпе хлеб. Это очень частая связка, потому что, когда у вас есть толпа, очень часто она является клиентами очень богатых людей. А или, опять же, просто авторитарного владыки. Вот этот период носит в истории красноречивое название порнократии. Лучший его выразитель это 18-летний папа Иоанн XII. А Гиббон писал о нем так. Этот достойный внук Морозии жил в открытом прелюбодеянии со знатнейшими женщинами Рима. Латеранский дворец был превращен в школу для проституток и насилие, учиняемое им равно над девственницами и вдовами, заставляло паломниц женского пола воздерживаться от посещения святилища святого Петра, дабы не быть изнасилованными его преемником. Напоминаю, что это делал тот человек, который должен был показывать как раз святость жизни. Риму в это время угрожал король Беренгар и чтобы отразить его, Иоанн XII призвал на помощь германского короля Атона, которого сам же карновал император. Атон был такой сумрачный, тевтон, имел высокие понятия о долге правителя, очень изумился, когда понял, что представляет собой этот молодой человек, его карновавший. Он с изумлением услышал рассказы о многочисленных убийствах, которые совершались прямо на глазах свидетеля, о подожженных домах, попойках, как христианинший попа во время игры в кости клянется Юпитером и Венерой. Вообще, надо сказать, что нам император Атон себе такого не мог позволить, потому что его власть зависела не от толпы, его власть зависела от довольно богатых и знатных людей. В конце концов, Атон попу сместил, и тогда римский народ поднялся на защиту развратника и убийцы Иоанна против чужака-германца. Вот, собственно, это тот момент, который нас интересует. Первое восстание было подавлено, потом Атон покинул Рим, Иоанн с триумфом вернулся. Народный любимец отрубил носы, языки и руки всем, кто осмирился называть его прелюбодеемой убийцей, народ ликовал. В 964 году 27-летний папа Иоанн скончался от инсульта, вызванного инслишестами в постели с женщиной. Ну, и уж если мы заговорили о Риме, я хочу рассказать еще одну яркую картинку, которая произошла в 1527 году. Это история разграбления Рима протестантскими наемниками Карла Пятого. А при чем же здесь народное безумство, спросите вы? А вот это очень интересный момент. Дело в том, что папа Климент, который римляне мало любили, и надо сказать, это был действительно редко бездарный человек, он возвал к народу и попросил народ объединиться для защиты города. И тут вдруг в толпе, потому что, как я уже сказала, толпа думает эмоциями, и в какой-то момент у нее щелкнуло, и римский народ решил, что приближающиеся мародеры – это ее спасение. Более того, просто римский народ набросился на защитников города и помешал им взорвать мосты через Тибр. Вот это было реально какое-то безумие, помешательство, потому что Черни полагала, что вот если протестантские войска, напоминаю, что они были некормленные, оборванные, голодные, они не подчинялись командирам, они ненавидели католиков, и вот эти протестантские войска, просто как бы донбасские командиры-то войдут в Рим, то ничего страшного не произойдет. И даже вожаки этой толпы вознамерились отправить собственных послов к Ланснехту. Реальность была, конечно, ужасна, потому что Рим не просто был разграблен, он был фактически уничтожен. И вот только в один день, 6 мая 1527 года, было убито 8 тысяч человек. Кольца срубали вместе с пальцами, монахинь передавали друг другу на поругание, на одной из фресок Рафаэля пиками писали имя Мартина Лютера. Еще раз повторяю, вот по какой-то фантастической мысли, пролетевшей у римской толпы, это было очень здорово, что оборванные наемники займут Рим. Они почему-то их встречали чуть ли не с песнями и плясками. Тот мне скажет, что я выборочно подбираю истории. Ну как, ну вот это безумное поведение Черни в Неаполе в 1647 году, безумное поведение Черни в Риме в 1527 году. Но вот проблема в том, что в Средневековье такое господство, скажем так, эмоционально-волатильного большинства было очень недолговечным событием. Вот монархи-тираны, они могли быть глупыми, могли быть умными, могли править десятилетия, могли слететь из-за глупости через строна несколько месяцев. Единоличные властители иногда бывали умные, выборные правительства были почти всегда умные, но то, что выборные правительства выигрывали в рассудительности, они обыкновенно проигрывали в военной мощи, а вот народ, он не правил никогда. И почему? Ответ ровно по тем причинам, которые я вам описала. Вот народ пришел к власти, как время перед штурмом в 1527 году, или во Флоренции во время восстания Чомпи в 1378 году, и как-то это было настолько катастрофично, что вот не оставалось, не было возможности, чтобы народ остался у власти. Режим просто не выживал. Ну и, соответственно, как я уже сказала, это вот почему в 19-18 веке не очень хотели, опираясь на исторические прецеденты, всеобщего избирательного права. А второе, почему не очень хотели, вот все эти люди от венецианских грандов до лока и стеорда, Джона Стюартамиля, был просто, извините, элементарный здравый смысл. Они считали, что состоятельный человек оберегает свое имущество, а нищий думает о том, как заплачить чужого. Они считали, что нищие образованные люди не обладают средним таким горизонтом планирования, который в среднем, подчеркиваю, в среднем, мы же говорим о средней температуре по больнице, мы совершенно не сомневаемся, что тот или отдельный человек, который вот крутит хвосты козом, и у него ничего нет, он в рубище, но у него ума палата, а тут какой-то идиот сидит, богатый бриллиантами сверкает. В среднем, вот в среднем, тот, у кого есть имущество, образование, социальный статус, у него горизонт планирования выше. Они также считали принципиально, что масса не в состоянии совершать открытие изобретений, и что мнение большинства, если оно невежественное, не может служить путеводной звездой. Вот когда в Европе 18-го, даже 17-го века короли вдруг перестали слушать проповедников и начали переписываться с учеными, то для них была и для энциклопедистов важным не мнение большинства, а научная истина. И к середине 19-го века сторонники прогресса и противники демократии сформулировали свои претензии кристально ясно. Джеймс Мэдисон писал, что чистая демократия is incompatible with personal security or the rights of property, несовместима с персональной безопасностью и правами собственности. Еще раз напоминаю, Джеймс Мэдисон, один из американских отцов-основателей. Честая, чистая демократия несовместима с правом собственности. Лорд Эктон пишет, что ее уничтожат демократию болезненным социализмом. И, как я уже сказала, для обоснования данной точки зрения, у них имелось обширное античное средневековое досье. Вот вы скажете, может, они были бы неправы? И с развитием технологии прогресса в Европе появилось что-то, что превратило господство толпы из катастрофы в благо? Ну, прежде всего, скажем, что в значительной степени да, потому что просто, когда вы поднимаете уровень благосостояния всего человечества, когда вы поднимаете уровень благосостояния всех граждан, то, соответственно, как я уже сказала, чем больше граждан зажиточных, тем больше у них горизонт планирования. Но, тем не менее, посмотрим. Первый в истории современной Европы всеобщее избирательное право, но для мужчин вела Франция в 1789 году, точнее, она его очень сильно расширила. Дело вообще-то уже кончилось гильотиной. А в следующий раз всеобщее избирательное право, но опять же для мужчин, было введено опять-таки во Франции в 1848 году, и кончилось дело императором Луи Бонапарта. Для объяснения его успеха на выборах Карл Маркс даже придумал поразительное слово, которое очень много объясняет в демократических механизмах «люмпен пролетариат». Луи Бонапарт, писал Маркс, был император, за которого проголосовал жаждущий сильной руки и «люмпен пролетарий». Еще более удивительна была следующая страна, которая, ну, она не ввела всеобщее избирательное право, но она радикально снизила имущественные цензи. Это была Германия при Бисмарке. Знаете, зачем Бисмарк это сделал? Очень просто. Чтобы заменить либеральное меньшинство, напоминаю, слово «либерал» тогда значило не то, что оно значит сейчас, оно значило классического либерала, который был за частную собственность и за рынок. Так вот, чтобы заменить лимиральное меньшинство, патриотическим большинством, чтобы Рейхстаг ответственных налогоплательщиков стал Рейхстагом безмозглых патриотов. Была еще другая история. В 1895 году выборы мэра Вены и имущественный ценз на них был резко снижен. И вот эти на выборах в многонациональной и космоплитической тогда имперской Вене победил антисемит, фактически нацист. Его звали Карл Люгер, император Франц Иосиф был настолько шокирован, что два года отказывался утверждать его в должности. То есть оцените иронию истории. На демократических выборах побеждает антисемит и нацист, а вот тот самый император, представитель монархии, никем не избранный, два года его, вопреки мнению народа, не утверждает в должности. И вот вернемся к аксиоме современного левого дискурса о том, что развитие рынка сопровождается развитием демократии. Тем более экономически свободным было население, тем больше должен быть запрос на демократию. Ну, во-первых, я должна сказать, что аксиома на самом деле не совсем соответствует реальности, потому что взрывной рост демократии случился в Европе не в связи с ростом экономической свободы, а после Первой мировой войны. А это другая закономерность в истории человечества права голоса всегда в конечном итоге принадлежала тому, кто воюет. Если у вас воюет народное ополчение, как в Афинах, у вас демократия, если у вас воюют избранные, обвешанные оружием всадники, то у вас феодальный строй и массовые армии Первой мировой, конечно, кончились массовой демократией. И вот тогда по всей Европе, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Россия, Болгария, Польша, Гаславия, Румыния, Греция, Венгрия и Португария прокатилась волна или революции, или радикального снижения избирательных цензов. И в связи с этим в 1918 году американский президент Вудро Вильсон заявил о начале эры демократии во всем мире. Демократия, кажется, везде победит, сказал Вудро Вильсон, но то же самое, что сказал Фрэнсис Фукуяма. В 1991 году после падения СССР. Ну, или в переводе с Вудро Вильсона на Артегу и Гассета вся власть в обществе перешла к массам. Давайте теперь посмотрим, что случилось с этой демократией совсем недавно. Ну, если не наши, не мы, то наши прадеды просто своими глазами наблюдали через 10 лет. Ну, первой погибла демократия в России. Просуществовала она сейчас с февраля по октябрь 1917 года. Дальше была Вендрия, там была временная коммунистическая революция, ее устроил Белокон, она сменилась белым террором, а вскоре властью диктатора, Хорти. В Испании в 30-м году к власти пришли республиканцы, но оказалось, что они не способны контролировать страну. Анархисты начали поголовную резню знати и священников. Соответственно, реакцией на эту резню стал мятеж Франко, и в ходе начавшейся гражданской войны слабое республиканское правительство превратилось в марионетку Сталина. Несмотря на то, что первоначально коммунисты в этом правительстве были не особенно сильны, вот как раз гражданская война была тем инструментом, которым Сталин изнутри получил контроль над испанскими республиканцами, и, кстати, устраивал там кровавые чистки, что может быть предметом отдельного видео. В Италии в 1922 году к власти пришел Муссолини. В 1924 году он принял одну из первых в истории честства Конституции, которая действительно гарантировала всеобщеизбирательное право. Кстати, второй такой Конституцией была Сталинская Конституция 1936 года. В Болгарии царь не стал дожидаться коммунистической революции. В 1919 году назначил премьером главу крестьянской партии. Его звали Александр Стамбалийский. До этого он сидел в тюрьме. Став премьером, народный лидер Стамбалийский а. организовал вооруженное восстание, б. начал тотальный передел собственности, и ВСССР создал крестьянскую армию, которая должна была помочь ему выполнять реформы вроде передела собственности и того же самого контроля рынка зерна. В 1923 году все это болгары не выдержали, Стамбалийский был убит военными, а в 1934 году в Болгарии был совершен новый переворот, на этот раз военной организации под названием Звено. Ее глава, его звали Кимон Георгиев, он был полковник, он был поистине удивительный человек, потому что два года, с 1934 по 1936, он правил во главе фашистской диктатуры, а в 1944 году он в составе Народного фронта вместе с коммунистами снова пришел к власти и оставался в составе болгарского правительства до 1962 года. В Югославии диктатором был король Александр Карагеоргиевич, и в 1929 году после конституционного кризиса, вызванного тем, что в парламенте возмущенный депутат расстрелял пятерых своих коллег из противоположной партии, король совершил переворот, взял власть в свои руки и вел в стране явно по рецепту Бисмарка всеобщее избирательное право для мужчин. Но самая захватывающая история, это, конечно, история Румынии, потому что в этой стране, которая отнюдь не страдала от унижения после Первой мировой, наоборот, в период между двумя войнами Румыния в награду за участие в войне на стране Англии и Франции достигла максимальных размеров. В ней боролись две идеологии, одна, как полагается, была крайне левая, другая, опять же, как полагается, была крайне правая. Черносотенцы в буквальном смысле слова они так и назывались Легион Михаила Архангела или Железная Гвардия Гарда де Ферр. Легион Михаила Архангела был основан православным религиозным мистиком Корнелием Кадриану. Основой его идеологии был православный мистицизм, отречение от презренного материального капитализма, антисемитизм до такой степени дикий, что после того, как в 1940 году Легион пришел к власти, Румыния стала единственной страной, где немцы сдерживали порыв народных масс относительно евреев. Потому что в Безарабии Буковине и Транснестрия евреи вырезались подчистую, не дожидаясь депортации в лагеря смерти. Немцы любили во всем учет и порядок, это даже иногда им было досадно. Латвия, Литва и Эстония были постоянным объектом большевистских диверсий. Коммунистическое движение, кстати, в них было весьма значительным. И конец ему был положен только когда президенты соответствующих стран превратились в диктаторов. Особенно удачна была диктатура Сметона в Литве. Он не только расстреливал коммунистов, но и провел в стране земельную реформу, создавшую крепкий класс крестьян-собственников, которые потом до середины 60-х воевали в лесах против советской власти. Военным диктатором Польши стал Пилсуцкий. В Пордугалии в 1932 году к власти пришел Салазар. А в Греции в 1936 году приход коммунистов к власти был предотвращен отдачей этой самой власти в руки диктатора Метаксоса. Вот очень часто мы слышим, да, Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов, но это случилось из-за позорного поражения Германии в Первой мировой войне и вообще исключение подтверждает правило. Как мы видим, все ровно наоборот. Через 10 лет после победного заявления Вильсона о триумфе демократии в Европе эта самая демократия погибла в двух третях стран вне зависимости от победы или поражения в Первой мировой войне. И задолго до экономического кризиса 1929 года. А в каких странах она осталась? Правильно. В тех странах, в которых существовали долгие традиции местного самоуправления, долгие традиции парламентаризма и долгие традиции ограниченного избирательного права, в частности, в той же самой Великобритании. Об этом мы, кстати, говорили около 10 дней назад с Григорием Юдиным, когда Григорий Юдин заметил замечательную вещь демократия не сводится к выбору. И вот, собственно, еще одна страшная вещь, которая происходит в 20-30-х годах 20-го века, то самое восстание масса, которым писал Артега и Гассет, потому что после массовой демократии, которая возникла вслед за массовыми армиями Первой мировой, мы видим, что Европа впервые за несколько столетий частично начинает отказываться от самой главной идеи, обеспечивающей доселе развитие и прогресс. Она перестает ориентироваться на мнение просвещенного большинства, грубо говоря, на мнение Вольтера, которому совершенно все равно, что 99,9% французского населения проголосует против Вольтера. И БАЛ начинает править те идеологии, которые потакают эмоциям, потакают эмоции большинства и могут привлечь на сторону противника толпу, они обыкновенные или крайне правые, или крайне левые. В общем, они делятся на идеологии двух видов. Одни вовсе отрицают частную собственность, как в СССР или Венгрии при Белоконе, а другие отрицают ее частично и проповедуют некую корпоративистскую идеологию, согласно которым социальное государство должно заботиться о бедняках, а интересы частного капитала должны быть подчинены интересам этого социального государства. Обратите внимание, что эта идеология тогда называлась фашизмом, а сейчас то, что социальное государство должно заботиться о бедняках, правильно называется общечеловеческими ценностями. К началу Второй мировой войны массовое избирательное право, повторяю, сохранилось в основном в тех странах, где расширение круга голосующих происходило постепенно, опираясь на вековые традиции самоуправления, но не всеобщего избирательного права. То есть Великобритании, Голландии, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Дании. Теперь обратимся к истории после Второй мировой, потому что нетрудно заметить, что история Третьего мира после Второй мировой повторяет историю Европы в 30-х годах. Тот же самый злокачественный паттерн, рост массовых тоталитарных идеологий с той только разницей, что к массовым коммунистическим или нацистским идеологиям добавляются еще массовые идеологии, основанные на религии. Обратите внимание, что происходит. В начале столетия 20-го реформаторы на Ближнем Востоке, Ататюрк в Турции или династия Пехлеви в Иране противостоят мнению большинства своих обществ. Они говорят, мы светские реформаторы. Что говорил Ататюрк про ислам, я сейчас могу сбиться. Можете мне написать, если кто-нибудь найдет точную цитату в интернете. Но, в общем, это было что-то что-то насчет бредней, невежественного кочевника. Ну, понятно, это было примерно то же, что Фредерик Великий в свое время говорил о христианстве, что религию придумали фанатики, верят в нее дураки, а пользуются ее плодами негодия. Обратите внимание, что сейчас ни один политик в то время, когда правит большинство, просто уже не разенит рот, ничего подобного не скажет, потому что, ну, его просто отменят немедленно. И, соответственно, возвращаясь вот к Ближнему Востоку, к концу столетия, сейчас, 21 веке, вверх в регионе, обратите внимание, берет мнение большинства ксенофобского, антизападного, исламистского, и происходит совершенно потрясающая вещь. Там, где есть выборы, например, в Турции, к власти приходят исламистские партии. Я уже не говорю там, как после революции в Египте побеждает мусульманское братство. А когда эти выборы отменяются, например, генерал Ассиси совершает военный переворот, и мусульманское братство гонит железной метлой. Или в тех странах, где выборов просто нету, а правят монархии, например, это прежде всего касается Объединенных Арабских Эмиратов и даже Саудовской Араме, там как раз монархии противостоят мнению толпы, они значительно являются более либеральными, чем толпа, абсолютно то же самое, как во Франции в 18 веке. И, собственно, вот после Второй мировой войны эти имманентные недостатки правления большинства не очень-то замечались. Шло противостояние двух систем, капиталистической, социалистической и любые эксцессы и кровопролития в странах Третьего мира списывались на их борьбу. Сторонники открытого общества объясняли людоедско-коммунистические диктатуры, которые периодически случались в Африке, ну, это происки Советского Союза. Опять же, полезные идиоты объясняли правые диктатуры происками кровавых гринга, которые мешают радостному шествию мира по пути прогресса и социализма. Ну, тоталитарный Советский Союз рухнул, не выдержал соревнований с открытым обществом и выяснилось, что дело было не только в борьбе двух систем, а вот я уже сказала, что и Уго Чавес, и Токсин Чиноват, и левые правительства, и даже экс-террористы, которые иногда приходят к власти то в Эквадоре, то в Боливии, они делают это без всякого вмешательства со стороны почившего в бозе Советского Союза. Причина их победы это всеобщее избирательного права. А вот на Ближнем Востоке освободившееся место тоталитарной коммунистической идеологии заняла тоталитарная исламистская идеология. Это было просто поразительно, как это шествовало, потому что, например, в Сомали была дептатура Зияда Борре, если я не ошибаюсь, которая пыталась строить социализм. А как только в 1991 году Советский Союз кончился, там начались исламисты, Аш-Шабаб, Совет Исламских Судов и прочее. В Алжире, опять же, были местные, тоже пытались строить социализм. И когда они боролись с французами, да там были различные революционные движения, но из них не было исламистских движений. А как только в 1991 году пал Советский Союз, возникли различные исламистские движения, в частности, группы ислами-карме, которая не только пыталась убивать французов со словами вот этого за наше колониальное прошлое, но и убивала самих алжирцев со словами «Вы тут верите в пророка не так, как мы хотим». И вот, но более того, как я еще раз повторяю, вот самое неприятное, что выяснилось, что в бедном обществе демократия убивает рынок, они за ним и свободу сама собой, без дополнительных субсидий со стороны коминтерной. Иногда к этому примешиваются еще какие-то очень странные диалоги. но дальше началась еще более неприятная вещь, которую, собственно, и заметил зоркий Путин, потому что выяснилось, что в отсутствии смертельного врага, заставляющего общество мобилизовываться, даже в богатых странах, всеобщее избирательное право ведет к стремительному увеличению прослойки избирателей, которые зависят от государства и к росту популярности политиков, которые обещают раздать большинству то, что они отняли у меньшинства. Иначе говоря, стало все более очевидным, что демократия отнюдь не является съебленным обрынком. Стало очевидным, что демократия в конечном итоге рынок уничтожает. Обратите внимание, что, например, происходит в Китае. Долгое время обязательно в Китае, но по мере того, как там будет накапливаться большое количество состоятельных людей, будет происходить буржуазная революция, они захотят свободы, вне зависимости от того, как мы оцениваем то, что происходит в Китае, в плюс или в минус, потому что там была олигархия, строго говоря, или аристократия, ну, в общем, поправление небольшого количества людей, которое было достаточно коллективным. Оно заменилось сейчас императорской властью, оно заменилось властью Си Цзиньпина. Но обратите внимание, что китайская буржуазия даже не пикнула, потому что она очень хорошо себе представляла, что если она потребует выборов, а выборы по современным понятиям это всеобщее избирательное право, то к власти придет новый МАО. Кстати, как и происходило в лице Боси Лая. Там был такой политик, который ставил на популизм, в общем, плохо дело у него кончилось, как раз Си Цзиньпин его ногами затоптал. Вот еще раз это самое важное. Вот то самое утверждение, которое в течение последних нескольких десятков лет на все лады повторяется демократическими политиками и левые интеллектуалы, утверждение о том, что демократия неразрывно связана с рынком, попросту не выдерживает проверки фактами. Справедливо другое утверждение, утверждение Лорда Актона о том, что всякая развитая демократия кончается социализмом. И в этом смысле вот нынешняя трагедия России, она абсолютно закономерна, потому что в начале 90-х годах российские реформаторы, как и Фрэнсис Фукуяма, искренне думали, что демократия и рынок с одной стороны вместе, от тоталитаризма и плановой экономики с другой. Они быстро построены в стране демократию, потому что, ну как, вести всеобщее избирательное право несложно, а группы интересов, которые существовали в постсоциалистическом обществе и голосование лимпенизированного большинства, жаждавшего альфа-самца, быстро, конечно, с этой демократией покончило, а вместе с ней, вместо нее появилось то, что Григорий и Айодин замечательно называют пребисцитарной диктатурой. И, конечно, еще раз повторяю, что надо сказать, что вот Путин, он же большой опортунист, и он видит, что можно и что нельзя. Обратите внимание, что в начале 2000-х годов Путин, по крайней мере, формально придерживался демократических правил, очень хотел вступить в Запад, очень хотел быть членом НАТО, правда, его бортанули, это уже другая история, мы ее будем обсуждать, мы ее уже обсуждали и будем обсуждать с Алексеем Арестовичем, но обратите внимание, что Путин, как опортунист, четко считал, что вместе со всеми, что западная цивилизация очень могущественная, что с ней надо дружить, что надо в нее инкорпорироваться, что надо быть ее частью. Через 20 лет он внимательно посмотрел, что происходит и сказал, а кажется, я тут могу гулять по поляне, как хочу. И еще раз повторяю, не только Путин, но и Эрдоган, и Си Цзиньпин, это все результаты тех людей, которые смотрят на увеличивающуюся слабость Запада, а увеличивающая слабость Запада связана как раз, как я уже сказала, с теми проблемами, которые происходят внутри богатых обществ, и оказывается, что само процветание таких демократических обществ и является, вот как в полном соответствии с Гегеля, является предвестником их проблем. Они такие процветающие, что вместо того, чтобы производить, в обществе заводится широкая прослойка людей, которые хотят переделить. Они такие процветающие, что зачем им воевать и чего-то где-то, чего-то захватывать, если все есть дома. Еще раз повторяю, это все сплошные плюсы, но такова гегелевская диалектика, что плюсы переходят в минусы. И тут я, собственно, хочу вернуться к заключительной частью этого стрима, поговорить о логике всего происходящего и начать с Жана Бодена. Это был такой известный специалист по демонологии, который в конце 16 века создал доктрину божественного права королей. Вот согласно этой доктрине король должен, поставлен править нацией непосредственно богом, и только бог может спрашивать у него отчет. Ну, эту теорию трудно назвать, согласитесь, научно или основанной на факты. Теория божественного права королей, равно как идея непогрешимости папы римского или преимущества в Индии одной касты на другой, это просто такое идейное оформление сложившихся на данный момент реалий власти. Вот я хочу сказать точно так же идея о том, что всеобщее избирательное право есть всегда и везде наилучший способ правления, он тоже не имеет ничего общего с факторами. Он является лишь идейным оформлением сложившихся на данный момент реалий. И он противоречит и фактам, и логике. Расскажите мне, пожалуйста, ну с какой статьи избирателем должен стать каждый? Вот мы какая-нибудь алкоголичка, которая не может накормить своего ребенка, мы ее лишаем из родительских прав. Но получается, что когда речь идет о ее избирательном праве, то оно в отличие от родительского священно. Но слушайте, почему? Мы повсеместно наблюдаем, как по всему миру массы голосуют за Чавиц, за Путина, за Ахмадинежадов, а поклонники власти народа просят, говорят, этих избирателей обманули. Вот как нам очень любят говорить, что вот значит, вот смотрите, за Путина голосуют. Но может быть, еще раз повторяю, не столько, сколько ему насыпают, ему насыпают гораздо больше, чем за него голосуют. И не приходит огромное количество людей на выборы. Но тем не менее, пока большее количество людей за него голосуют. Она говорит, ой, вот если бы эти люди имели свободный доступ к информации, если бы телевизор не засирал им мозги, а скажите, пожалуйста, а что мешает этим людям иметь свободный доступ к информации, строго говоря. Что мешает? Залезть в интернет, в котором они там наверняка торчат в каком-нибудь ВКонтакте, там, в своем местном, и посмотреть, что происходит. Если избирателей так постоянно и так часто обманывают, то может иметь смысл лишить избирательного права тех, кто статистически особенно легко и особенно часто обманывался. всеобщее избирательное право в нищих странах, как и 2000 лет назад, кончается переделом собственности, справедливыми ценами, пустыми полками в магазинах, рассказами о какой-то специфической местной духовности, о том, что Запад против нас, мы самые духовные, мы самые замечательные, у нас тут есть какие-то секреты, каким-то недополовозрелым фашизмом, обвинением богачей и агентов Запада во всем насчет, что можно. А такая нищая страна попадает в заколдованный круг, потому что, в общем, то, как ей правят, это препятствует возможности построить сколько-нибудь процветающую экономику и выбраться из бедности. А чем беднее избиратель, тем легче его купить. Не в прямом смысле просто дать ему деньги, а дать ему возможность работать таким способом, что он будет голосовать за своих патронов. А в богатой стране всеобщее избирательное право приводит к росту числа социальных паразитов, которые в конце концов начинают составлять неработающее большинство, которое живет за счет неработающего меньшинства. А когда тот, кто не работает, живет за счет того, кто работает, еще считает при этом, что ему все должны, это не называется социальной справедливостью. Наоборот, это величайшая социальная несправедливость, на мой взгляд. В нищих странах, как мы видим, операцию к мнению большинства приводит к возникновению массовых фобий, основанных на ненависти к западной цивилизации, к науке и прогрессу. А в богатых странах она приводит к возникновению аналогичных массовых фобий, то о вредном ГМО, то о страшном глобальном потеплении. Фобии эти точно так же растут или свойственны достаточно невежественным людям ненависти к науке, типа, эти проклятые ученые нас убивают. Или, опять же, свойственной тоже большинству ненависти к частной собственности, эти проклятые загрязнители нас убивают, потому что что такое теория глобального потепления? Что рассказывал Маркс? Капиталисты отнимают прибавочную собственность. А что такое рассказывают леваки про глобальное потепление? Вот всякий, кто производит, он загрязняет батушку землю. То есть, впервые за последние несколько веков лидеров западного общества вынуждены прислушиваться не к мнению ученых и промышленников, а к мнению большинства, которые ищут как-то обосновать свою ненависть к прогрессу и частной собственности. От такого положения дел страдает экономика, наука, общественная марка. И, кстати, то самое большинство, которое под предлогом защиты их прав делается все более и более зависимым от государства. Людей, которые могли бы стать личностями и пробиться наверх, с детства сажают на иглу социальные помощи. Политики, которые на это делают, на самом деле, это не больше филантропы, чем драгодилеры, которые сажают как можно больше людей на наркотики. И еще раз, в основе современного дискурса о демократии лежит очень большая несправедливость, потому что этот дискурс по умолчанию представляет дело так, что те ценности, которые делали Европу Европой, неприкосновенность частной собственности, их технический прогресс, наука, все они каким-то образом исходят из традиции некой европейской демократии. Как я уже сказала, нет ничего более далекого от действительности. Европа стала Европой не при демократии, не при всеобщем избирательном праве. Когда над Британской империей не заходило солнце, в ней не было всеобщего избирательного права. Когда избирательное право в ней появилось, Британская империя рухнула, а солнце зашло. И вот именно поэтому практически никогда современные левые не обсуждают такую вещь, это на нее наложено табу, как избирательный ценз. Выборы по умолчанию должны быть всеобщими. Если ты против выборов, значит, ты за диктатуру. Именно поэтому уроки удивительных восстаний среднего класса против демократии, которые произошли в Таиланде и в Венесуэле, но в Венесуэле они были подавлены, эти уроки попросту игнорируются. Потому что в противном случае придется признать, что весь гигантский дискорд о всеобщем избирательном праве построен на песке. Если просто напомнить людям, что в истории человечества, и особенно в истории великого здания западной цивилизации, выборы не всегда означали всеобщее избирательное право, то недостатки системы, которые в бедных странах приводят к власти Путина, Мугаби и тому подобных людей, а в богатых странах дело кончается тем, что вот как сейчас на выборах в Америке будет соперничать с одной стороны Байдена, с другой стороны Трамп. Выбирайте, ребята! А плюс это способствует во-первых увеличению числа безответственных избирателей, эмоциональных идеологий, эмоциональных, эмоционального большинства, которое думает не головой, а сердцем. И обращаю ваше внимание, что та самая глубокое государство, которое я, например, очень не люблю и которое очень не любит Трамп, оно становится глубоким государством именно в той ситуации, когда оно вынуждено лгать толпе. Если толпе нет и лгать не надо, вот Венеция правило глубокое государство, но оно никогда не пряталось, оно было на виду. И тогда оно действовало совершенно нормально. Можно сказать, что Европой в 19 веке правило глубокое государство, оно никуда не пряталось на виду. Поэтому оно действовало совершенно нормально, потому что оно не заискивало перед избирателем и не мастерило его эмоции. И соответственно вот эти вещи очень трудно отрицать. Значит надо запретить обсуждение. Значит надо называть любого, кто поднимает подобный вопрос фашистом. Получается, что фашистом был Джордж Вашингтон, а Муссолини, кстати, был как раз демократом. Я ведь уже сказала, что итальянская конституция 1924 года была чуть ли не первой в мире конституции с подлинным и равным всеобщим избирательным правом. Сейчас к этому собственно начинается именно поэтому начинается на наших глазах большой треск, потому что с одной стороны мы видим, что демократии очень хороши там, где надо обороняться. И это касается например Израиля, и это например касается Украины. Потому что если на демократию нападают, то оказывается, что именно связанность и спаяность народа, когда все люди понимают и все люди сражаются, вот тогда демократия очень хороша. Именно кстати поэтому Израиль является вот одной из немногих совершенно потрясающей успешной демократии. Это то исключение, которое очень хорошо иллюстрирует правила. Но вот в ситуации, когда потому что фактически в Израиле выполняется старое уравнение, при котором все те, кто голосует, являются всеми теми, кто воюет. А во время войны врать очень трудно. Но когда у вас есть всеобщее избирательное право, и те люди, которые голосуют, как в современной Америке или в современной Европе, отнюдь не воюют, тогда у вас начинаются системные проблемы. И тогда диктаторы наподобие Путина, или точнее люди, пришедшие к власти в результате плебисцитарной, авторитарной системы, это очень важный момент, они видят, что там, где тонко, там и рвется. И они начинают гулять по буфету. И это еще одна проблема, которую я просто сейчас уже не буду обсуждать, чтобы, возможно, поперенесем обсуждение на какой-то другой следующий момент, потому что оказывается, что демократии совершенно не склонны вести какие-нибудь завоевательные войны, и совершенно не склонны помогать войнам, которые идут в каком-то другом месте, потому что те деньги, которые есть в демократии, она всегда предпочитает тратить на собственных граждан, а не в какое-то другое место. Но, собственно, вот проблемы, которые возникают в связи с тем, что маленькие государства в мире, в котором начинает разворачиваться большая война, могут казаться просто нежизнеспособны, это, наверное, история для будущего времени. Я забыла сказать, господа, попросить вас подписываться на наш канал, делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки. И вот еще раз обращаю ваше внимание, кстати, наверное, это последняя вещь, которую стоит упомянуть, что, собственно, как погибли античные демократии в той же самой Греции. Но очень просто, они не образовывали протяженных царств, их завоевали. В частности, македонские цари завоевали Афины. Кстати, это касается не только античных демократий, потому что у нас есть ошибочное представление о том, что типа выборы впервые были только чуть ли не в Древней Греции. Если я вам скажу, что первые выборные парламенты, условные парламенты появились на Ближнем Востоке, вы скажете, на каком Ближнем Востоке? Там же всегда был типа авторитаризм рамствен. Но напоминаю, что как только в Шумере начало создавать государство, это первое государство, оно, конечно, его нельзя назвать демократией, но вот, например, в городе Урук была система двух народных собраний, вернее, система собраний старейшин и система собраний вооруженных людей, которые поддерживали местного выборного магистрата, который назывался Лугаль. Это слово шумерское Лугаль обычно переводится как царь, но на самом деле его точнее перевести как президент. В нашем же мире сейчас тоже есть очень много президентов, которые на самом деле являются царями и хотели бы обеспечить преемственность своей власти. Так вот, соответственно, в Шумере, в том же самом городе Уруке, вот эти Лугали были выбранными лицами, которые должны были советоваться и с советом старейшин, которые должны были советоваться с народным собранием, представленным, естественно, воинами, потому что в древности, как я уже сказала, голосовал кто-то воевал. А потом, что началось? Потом начались крупные завоевания, которые вот со всеми такого рода системами самоуправления, я бы сказала, оно было такое ограниченное самоуправление в городах, потому что царских дворцов в этих городах, как правило, не было, но были большие крамы, то есть это было достаточно теократическое общество. Но это просто тема для отдельного разговора, как оно было устроено в начале, когда возникали государства на Древнем Востоке. Тем не менее, вот эта вот стандартная история, что у вас в начале есть небольшие самоуправляющиеся, а небольшие самоуправляющиеся сообщества, они вообще всегда хорошо функционируют, когда они небольшие, и люди чуть ли не в лицо друг друга знают. Тогда, естественно, какие-то связи есть, и людям стыдно. Так вот, и соответственно, эти небольшие сообщества не могли претенстоять тем людям, которые говорили, а у нас тут есть армия, мы и вас завоюем. И эти люди, как правило, были авторитарные лидеры, вот они-то становились царями. Было, конечно, исключение, оно называлось Рим, Римская республика, которая стала Римской империей, сама всех завоевала, но, как мы знаем, тоже в ходе процесса она потеряла республиканское устройство и превратилась, опять же, вот в такой могущественный механизм завоевания. И это другая проблема, потому что, как я уже сказала, демократии воюют неплохо в обороне, но они практически никогда не ведут никаких наступательных действий, это в самой природе демократия, а когда они воюют в обороне, если эта демократия маленькая, то даже если она хорошо воюет в обороне, это может ей просто не помочь, потому что она маленькая, а те, кто ее пытаются завоевать, те большие. И если посмотреть на современную карту Европы и мира, и вот просто себе представить, какое количество стран на ней уцелеет, небольших, не входящих ни в какие союзы, если все придет в движение и все начнут, большие соседи начнут завоевывать маленьких. Ответ, конечно, будет ужасен. Я надеюсь, что этого какое-то время не произойдет, но тем не менее понятно, что Путин просто понял, что вот в этом направлении имеется возможность, которую он эксплуатирует. Я не исключаю, то есть что не исключаю, довольно очевидно, что к этой возможности может присоединиться и как Иердоган, у него большое поле деятельности, у него тоже планы большие, обширные по становлению бывшей турецкой империи, к этой возможности может присоединиться Си Цзиньпинь. И может быть я попытаюсь ответить на парочку ваших вопросов которых я просто просила, редко просила задавать. Да, вот мне спрашивает Yellow Papricorn вопрос, если демократия не готова вать за кого-то, то почему Британия вступила во Вторую мировую, Германия же не напала на Британию, а на ее союзнику Польшу. Это очень интересный и замечательный вопрос, потому что наверное на этот вопрос я отвечу и собственно мы будем сворачиваться. еще один вопрос я отвечу. Значит, смотрите по поводу Британии. Там было несколько моментов. Во-первых, как мы знаем, британские политики и французские политики очень долго занимались процессом умиротворения Гитлера. Это было совершенно не случайно, это не потому, что они такие плохие, нехорошие люди. Это была как раз, как я уже сказала, особенность демократии. Хотя тогда демократия, несмотря на то, что она уже была демократией, по-прежнему она достаточно сильно контролировалась тем самым положительным дип-стейт, в том числе и потому, что, например, все средства массовой информации были в руках разных уважаемых богатых людей. Не так, как сейчас, где в социальной сети кто хочет, тот может что-нибудь написать и собрать большую толпу последователей. Это, кстати, кардинальная разница с современной демократией, связанная с появлением массовых сетей. И в них есть плюсы, в них есть минусы. Так вот, во-первых, конечно, тогда это тогда Британия еще в значительной степени руководствовалась старыми принципами империи. когда, собственно, Британия еще была не демократия империи, можно так сказать. Во-вторых, есть такая маленькая подробность, которая заключается в том, что когда Англия и Франция вступили в войну на стороне Польши, то вы не поверите, но если вы прочитаете книги, хорошие книги по истории Второй мировой войны, например, знаменитую книгу Лиддлгарда, то вы обратите внимание, что они всерьез думали, что сейчас польская могучая кавалерия как покончить с Гитлером. Они реально так считали. Но это вообще в войне часто бывает, что люди думают одно, а получается другое. И одной из характернейших черт этой войны, которая, конечно, подтверждает ровно то, что я говорю, заключается в том, что, например, тактика Блицкрига была придумана перед Второй мировой войной, тактика использования танков для прорыва статических линий обороны. Была придумана, кстати, молодыми теоретиками типа того же Лиддлгарда. И в Британии она никак не использовалась. И во французских, во всех демократических армиях она никак не внедрялась, ровно потому, что это были демократии, и не было дела до массового внедрения нового оружия. А вот Германия начала внедрять новые тактики, и Германия начала массово производить новое оружие. Точно так же самое в СССР, где все это внедрялось, где все это использовалось, где тактика Блицкрига была опробована Жуковым под Холкинголом. И очень характерным, например, является поведение милитаристской Японии, которой тоже не было демократии, и которая была очень сильно сосредоточена на использовании новейших военных техник, в частности, адмирал Ямамото был первый человек, который понял, что значит авианосцы. Он понял, что с помощью авианосцев можно просто покончить с традиционными эсминцами, дредноутами и всем прочим линейным флотом. И американцы практически не строили авианосцы до того, как их атаковали в Перл-Харборе, их очень было небольшое количество, а вот Япония строила и строила и строила авианосцы и разрабатывала тактику применения авианосцев, которая, собственно, и была опробована в Перл-Харборе. Это тоже очень хороший пример того, что во Второй мировой войне именно авторитарное общество, Советский Союз и Германия использовали передовые военные тактики, которые ни одна демократия просто не использовала, она на них забила, именно поэтому английская армия всерьез считала, что поляки конницы сейчас разгромят немцев, у которых еще совсем недавно армия была запрещена. Но вот еще очень интересный вопрос о том, как США вступили в войну, потому что это вопрос, который настолько страшный, который заслуживает отдельного исследования и стрима, и который заключается в том, что Рузвельт очень хотел вступить в войну и помочь Британии. А американское общество категорически в этот момент не хотело войны, периодически ходило с плакатами, что, пожалуйста, не вмешивайтесь, не вмешивайте нас ни во что, зачем нам это несчастье. Если вы посмотрите, как как вела Америка свою политику по отношению к Японии, если вы внимательно посмотрите, что происходило, то вы придете в ужас, потому что Америка и Рузвельт делали все, чтобы вот это, как это, как там сказал Лукашенко, я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. Вот это был тот самый случай. Рузвельт делал все, чтобы Япония напала на Америку. Рузвельт последовательно принимал против Японии такие законы и загонял ее в такую, в такой угол, из которого крыса должна была броситься. Там происходили удивительные вещи, вплоть до того, что, господи боже мой, я сейчас пытаюсь вспомнить, как же называется эта самая просто великая книга. Секундочку, надо мы вам. Да, Джона Толланда. Да, если у кого-нибудь из вас есть возможность, прочтите, пожалуйста, великую книгу Джолан Толланда американского историка The Rising Sun. Это человек, который потом за свою книгу о Адольфе Гитлере получил по-моему Пуллицеровскую премию. The Rising Sun он поговорил со всеми японскими адмиралами. У Адольфа Гитлера он, когда писал, он поговорил со всеми оставшимися в живых секретаршами Гитлера и так далее, и так далее. Так вот, у Толланда есть несколько совершенно потрясающих моментов, в том числе, например, когда перехватывала Америка японские депеши зашифрованные, и перевод их ложился на сторону Рузвельта. И в депеше было написано, что ребята, вот до этого сопротивляйтесь, а потом идите на компромисс. А Рузвельт уложился перевод о том, что японцы ни за что не пойдут на компромисс. Это напоминает знаменитую историю с телеграммой Бессмарка. И хотя, конечно, Рузвельт совершенно не предполагал, что нападение примет такую форму, скорее думал, что будет какая-то атака на Филиппинах, тем не менее, политика Рузвельта заключалась в том, чтобы он понимал, что Америка сама не сможет вступить в войну. Вот если на нее нападут, то, конечно, тут уж разсудись рука. Это к вопросу о нежелании демократии воевать. И последнее, что мне пишут, давайте обсудим альтернативы всеобщему избирательному праву. Господа, еще раз повторяю, этот стрим, конечно, теоретический. Он устроен так, чтобы будить ваши мозги и заставлять задуматься о тех вещах, которые сейчас нам кажутся аксиомой. Потому что все говорят прекрасная Россия будущего, а, допустим, завтра Путина скинут. И вот этот же самый избиратель придет к урнам. Ну, что, вы думаете, он Навального выберет? Он выберет какого-нибудь нового Жириновского и пойдет это все плясать и скажет вот опять эти русские, они так типа что не делаю, у них все время получается не то Луга Чавес, не то Владимир Путин. Еще как-нибудь еще и олигархов начнут конфисковывать. И тут уж начнется такое, что не приведи Господь. Так вот, поэтому я сейчас говорю, я не представляю себе, чтобы в современном мире, конечно, кто-то взял и вел ограничение избирательного права. Но я совершенно не исключаю, что вот в том мире, на пороге которого мы стоим, в котором начнутся достаточно серьезные войны, пусть локальные, но серьезные, в какой-то момент некоторые страны станут делать что-то другое. в качестве чисто теоретических моделей я вам могу назвать три модели. Чисто теоретических. Самое лучшее из них, на мой взгляд, выглядит так. Голосовать должен любой человек, который получает хотя бы на одну, который платит хотя бы на одну копейку больше налогов, чем получает субсидии. Или на один цент больше налогов, чем получает субсидии. Обратите внимание, что это история, которая совершенно не исключает получение субсидий, потому что в любом богатом обществе, понятное дело, люди милосердны, если общество имеет возможность заботиться о своих членах, которые не могут сделать того-то и тому-то, и почему же не заботиться. Второе, ну вот просто самый привитивный способ. Знаете, что в корпорации, если у вас есть казначейские акции, то есть акции, которые от самой корпорации, они не голосуют на избирательном собрании. Вот можно ввести понятие казначейского голоса, что я имею в виду. Представьте себе, вы приходите к избирательном мордам, и там сидят люди и говорят, ну вот смотрите, у вас есть два варианта, вы можете, обычно у вас какой один вариант, вы можете взять бюллетень и проголосовать, а тут у вас есть два варианта, вы можете взять бюллетень и проголосовать, а вы можете отдать бюллетень обратно избирательной комиссии, получить за это, допустим, тысячу рублей и пойти напиться водки или что-нибудь купить детям поесть а и соответственно у вас не то чтобы отбирают ваш избирательное право наоборот вам предлагают более широкое количество опций тут вы можете только проголосовать а тут вы можете просто вместо этого за 100 тысяч рублей обращая вашими на не не продать свой голос а аннулировать его потому что будет составлено все эти бюллетени будут брошены значит в корзинку это да вот пришло 100 человек из них допустим 80 проголосовала а 20 аннулировала свои голоса получил за тысячу рублей и пошло счастливой там вот и согласитесь таким образом тоже та часть избирателей которые скажем так не склонна не склонна к очень рациональным решением она тоже будет сама собой отсекаться еще раз повторяю есть просто самые тупые вещи типа образовательного имущественного ценза который просто по нашим временам конечно несколько устарел но я вот совершенно не исключаю что вот как у звездного десанта хайнлайна будут какие-то эксперименты но если не в ближайшем будущем то в достаточно далеким будущем вот мне пишут что демократия швейцарии в украине принципиально разная но я бы сказала так что демократия в швейцарии и скажем давайте все-таки не про украину ну и в бедной стране принципиально разная я сейчас объясняла почему это происходит да вот в швейцарии оказались настолько осознательные избиратели напоминаю что они отвергли закон о всеобщем безусловном базовом доходе но вот я говорю о том что демократия может избирать развиваться в сторону отмены всеобщего избирательного права и введение каких-то цензов а мы можем предположить и совсем другую возможность а потому что в мире а где в обществе пост изобилия в мире где такое большое количество людей производит и для того чтобы забить весь мир товаром не нужно такого количества людей где такое гигантское количество людей может жить на халяву рано или поздно на мой взгляд вопроса введения безусловно базового дохода действительно станет и вот тут уж начнется совсем интересно и тут кстати это последняя вещь по поводу всеобщего базового дохода которую я хотела добавить обратите кстати внимание а это очень важный момент что вот вся автоматизация вся компьютеризация которая совершается в мире она на самом деле не сокращает рабочие места это гигантское заблуждение очень многих что вот если где-то появился автоматизированное место управления и на заводе работала 1000 рабочих а стала работать 50 то это сократило рабочие места нет каждое рабочее место которое сокращается в результате повышения увеличения технологий она становится просто более технологичного появляется в другом месте и в результате увеличивается общий объем подушевого группы грубо говоря вы раньше нули на поле спину и собирали колоски терпом а потом появился комбайн и у вас стало значительно меньше людей работать на полях но это не значит что у вас стало значительно меньше людей работать потому что у вас стало значительно больше людей производить комбайн потом у вас произошла следующая история когда у вас там тысячи рабочих производила комбайн а сейчас для Для этого нужно всего 100 рабочих, условно говоря, потому что есть автоматические роботы, система производства и так далее. Но это не значит, что рабочих мест стало меньше, потому что появились те рабочие места, где люди пишут программы для этих роботов и так далее. Но фишка заключается в том, что количество рабочих мест не становится меньше, но становится меньше необходимости работать. Потому что тот человек, который раньше на поле горбатился и этот сноп резал сырпом, у него не было выхода, потому что иначе был номер с голоду. Сейчас он сидит и думает, ага, да, конечно, я, может быть, там получу степень, пойду писать программу, но это же сложно. Лучше я буду сидеть в ТикТоке, сочувствовать угнетенным народам Палестины, или если я живу в России, я, значит, буду топить против нацистов, за Путина. Ну и жить я там буду, конечно, какую-то совершенно копейку. А вот мне, вот это проблема, которая никак не решается, потому что это проблема не экономическая. Это проблема состояния человеческой души. Если можно не работать, то зачем работать? А, ну и вот мне пишут, сдавать единый экзамен на избирательное право, как на авто, и дураков не подпускать к участку. Тоже прекрасный пример. Если мы сдаем кучу экзаменов в своей жизни, то почему бы не сдавать экзамен на избирательное право? Хотя тут, понимаете, начинается вопрос. А кто будут все прекрасные люди, которые будут этот экзамен писать? И что будет в этом экзамене написано? Потому что, согласитесь, вопросы в этом экзамене можно составить так, что, скажем, в России его сдадут только те избиратели, которые напишут, что я пойду и проголосую за Путина. А, значит, допустим, в Америке его могут, ну, сейчас нет, но, скажем так, в некоторых просвещенных американских городах, которыми правят особо левые магистраты, может оказаться, что экзамен сдаст только тот, кто скажет, что вот право на получение чернокожими репараций – это священное и неотъемлемое право, а всякие, кто его не признает, это фашисты, нацисты. То есть тут хитрости тоже такие. И на этом, ваш покорный слуга, да, говорю я почти два часа. Не забывайте, господа, подписывайтесь на наш канал. Ну, делитесь ссылками на этот эфир, который мне давно хотелось провести. И ставьте лайки, да, вот пишут мне экзамены – хреновая идея. Вот в этом я, как ни странно, согласна. Тут самое главное, кто будет судить судей. И последнее, наверное, может быть, все, что я хочу вам сказать. Да, это вот то, что я хотела вам сказать. Смотрите, потому что вот мой идеал выборов. Знаете, как была устроена избирательная система в Венеции? Сейчас я ее по пальцам, конечно, не восстановлю, но она была совершенно потрясающая. Я напомню, что дожи, которые правила Венеции, на самом деле были очень ограничены в правах. Вся власть принадлежала различным другим советам. Дож был скорее таким парадным президентом. Но вот самое замечательное в дожах было то, что они никогда не вели избирательных кампаний в принципе. И очень часто дожем избирали того человека, который в этот момент был просто за границей. Почему? Потому что дожа избирали люди, которые знали всю верхушку Венеции как облупленного. Ему не надо было вести избирательные кампании по той же самой причине, по которой физику или химику, который баллотируется в Академию наук, не надо вести избирательную кампанию. Его избирательной кампанией является вся его жизнь. Более того, как получался совет 10 и другие советы, которые правили Венецией? Они делались очень смешно. Там сначала, я еще раз повторяю, я сейчас не помню точные цифры, поэтому я буду говорить вам принципы. Но, условно говоря, сначала те люди, которые имеют право избирать и быть избраны, я напоминаю, что это только богатые и зажадочные люди, они избирают из своей среды, допустим, 90 человек. После этого с помощью жребия остается 30. После этого эти 30 назначают еще 60. После этого из получившихся 30 плюс 60 опять с помощью жребия остается 20. Они назначают еще 15. После этого это количество опять с помощью жребия становится, условно говоря, 27. Из этих 27 опять они так несколько раз, вот как перемешиваются шарики в спортлото, они делают это распределение случайным. И в конечном итоге некое получившееся представительное собрание выбирает вот тот самый совет 10. И, как я уже сказала, при всем том, что венецианская демократия, простите, венецианская система правления просчитала очень долго, как мы знаем, кончилась она тоже очень плохо. Как мы знаем, кончилась она тоже тем, что люди, которые управляли страной, в какой-то момент, а это были сначала торговые люди, очень предприимчивые люди, в какой-то момент они захотели передавать свои права по наследству, они превратились в венецианских грандов. Венеция, которая была торговой республикой, дошла до того, что у нее стали разные, что ее флот стал практически государственным и плыл в составе такой гигантской флотилии, и каждый частный человек имел в нем только куски. То есть вот это как раз тот случай, когда олигархи или аристократии, называйте как угодно, любая система правления, любое количество людей, которые находятся у власти, они, к сожалению, всегда, человечество несовершенно занимается тем, что они пытаются свою власть увековечить и передать по наследству, и именно это случилось с очень хорошо устроенной венецианской республикой. Так что, как вы видите, идеальных решений нет, то есть только решения, которые более или менее подходят к соответствующей ситуации. Всего лучшего, господа! На этом я действительно прощаюсь. Не забывайте нас подписываться, не забывайте подписываться на наш патреон или на наш пейпал, если у вас есть такая возможность, а если нет, просто ставьте лайки, просто делитесь ссылками на этот эфир, который, как мне надеюсь, достаточно важен. Я надеюсь, что мы вернемся к этой теме с другими спикерами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok